Друзья, всем большой привет! Рада видеть вас у себя на канале! И сегодня у нас будет суперинтересное видео! У нас давно не было видео про вот этих вот милых крошек! И они за вами очень соскучились! Знаю, что вы за ними тоже! Так что сегодня видео будет полностью посвящено этим двум красивым хвостикам! И я вам расскажу все про них, отвечу на ваши самые часто задаваемые вопросы! Также я вас просила писать нам в телеграм-канале вопросы, которые интересуют вас! Вы там много-много всего написали, поэтому постараюсь сегодня на все ответить! Ну а также сегодня у нас праздник! Сегодня 23 февраля! И мы с Микусей готовы поздравлять нашего мальчика, нашего защитника, нашего красивого Патрика с этим праздником! Так что сегодня мы подарим ему подарки! В общем, будет много всего интересного! Не переключайтесь! Сразу с самого начала хотела бы поздравить всех мальчиков, которые будут смотреть это видео и которые подписаны на мой канал с 23 февраля! У меня на канале мальчиков целых 31%, так что я вас всех-всех-всех поздравляю! Знаете, это не так уж и мало! Желаю вам быть всегда самыми лучшими, быть суперменами в решении всех вопросов и проблем и чаще бывать на седьмом небе отчасти! Ну и мы с Микусей, с Соней нашей сейчас будем поздравлять Патрика с 23 февраля! Так, ребята, я что-то не поняла! Пока я тут готовилась к видео, вы такие активные были, а как только начала снимать, у вас все, сразу сонное царство! Так, давайте просыпаемся, просыпаемся! Сейчас у нас будет много всего интересного, потому что здесь у меня, видите, несколько подарочков! Так, друзья, ну давайте, может вас шуршание, шелестение разбудит, да? Вы любите подарки? Я знаю, что вы любите! Итак, у нас здесь первым делом есть вот такой вот мячик Spider-Man! Обратите внимание на свитерок Патрика, он сегодня тоже в костюме Человека-паука, Так что вот сейчас мы будем его распаковывать! Да, я знаю! Опа! Отбрасываем! Посмотрите, вот такой вот мячик, правда, нам, наверное, нужны ножницы, чтобы его открыть, но вот тут Spider-Man Marvel! Да, держите, поиграйтесь пока что! Также у меня есть вот такое вот яйцо! Вы, наверное, думаете, Ева зачем-то подарила Патрику такое яйцо с детской игрушкой! На самом деле, я когда-то купила Патрику такое яйцо, потому что там была коллекция плюшевых игрушек! Это была первая плюшевая игрушка Патрика, и у него есть такой фетиш! Он очень любит вот такие вот маленькие круглые игрушечки брать и вот так вот их сосать! Как сосочку прям! Он как малыш! Вечером обычно бросится ко мне на кровать, а он всегда, знаете, не просто подходит и просит, типа, возьми меня, а он всегда идет к своей корзинке с игрушками, выбирает какую-то именно вот такую вот мягенькую, ведет ее в рот и просится ко мне на кроватку именно с такой игрушкой! Я его поднимаю, и он сидит и вот так вот, как малыш, ее сосет! И это любимая вот такая вот маленькая игрушка Патрика! Она уже такая замусоленная вся, я ее уже несколько раз стирала! И вот решила купить Патрику несколько таких яичек! И вот сегодня одно из них откроем! Здесь у нас вот такая вот коллекция Сэнгри Бёрдс, здесь много разных птичек, таких вот свинок! В общем, сегодня посмотрим, какая попадется нам! Ну что, давайте, открываем, открываем! Давайте, сейчас! Ой! Патрик, посмотри, что вылетело! Ой! Вот такая вот птица, это, по-моему, мама-птичка! Посмотри, она такая мягенькая, она немного другого качества, но тоже очень прикольная! А Микуся всегда очень любит вот такие вот разные фетровые штучки, так что она сразу за них и кусает! Да? Все, ты пошла играться! Так, ну а тут еще была вот такая вкусняшка, а это для меня! Ну, это еще не все! Для вас еще есть вкусный подарок! Посмотрите, вот такая вот вкусняшка! Так, давайте, открываем! Опа! Это вот такие вот ломтики, крольчатины! Сейчас сам, сейчас дам! Так, Микуся! Патрик! Вы хотите? Кстати, меня многие просили показать все команды, которые мы знаем, так что сегодня, чуть позже, мы это сделаем и вам покажем несколько команд наших! Так, держите! Ну, пока что просто так, в честь праздника! Держите! Держите, держите! Сейчас! Я Патрику ломаю эти треугольнички на несколько частей, так что он их очень-очень быстро кушает, вот так вот! А Микуся кушает подольше, поэтому я ей даю целые! Если Патрику давай целые, он прям давится ими! И потом начинает кашлять то, что он их не жуя, сразу глотает! Так, ну а еще... Патрик, Патрик, ну ты чего? Ты чего? Держи тебя! Это тебе, это Микуся, все-все-все! Остальное на потом! А то вы потом наедитесь и не будете команды делать! А еще у нас здесь были вот такие вот карточки! У меня такая колода уже есть! Новая не попалась, но давайте я вам покажу, какие здесь есть собачки! Вам эта колода пахнет вкусняшками, да? Особенно Микуся! Ты же спала! Ты чего проснулась? Ой, посмотрите, какие здесь красивые собачки! Йорик, ой, мне вот это очень нравится! Ой, какие красавчики! В общем, вот такое вот пополнение в моей коллекции карточек! Мика, что ты сделал? Один гребешок, а ты оторвала! Ты чего портишь игрушку Патрика? Так вот, сейчас я хочу ответить сначала на три самых часто задаваемых вопроса, а потом мы уже перейдем в Телеграм, там, где вы задавали еще те, которые интересуют вас! Итак, топ-3, которые я вижу буквально под каждым видео! Это, почему я выбрала именно шпица, Почему именно вот таких расцветок? И сколько стоил Патрик и сколько стоила Мика в последнее время? Вот последний вопрос, вообще каждый второй задает! В общем, сегодня, сейчас на все это отвечу! Ну что, давайте начинать с первого вопросика! Почему я завела именно шпица? Почему таких красавчиков? Итак, на самом деле, мне даже мама недавно буквально спросила на днях, Ева, а почему ты вот решила, вот хотела именно шпица себя завести? В общем, отвечаю! На самом деле, я люблю всех собак, в общем, и породистых, и не породистых, и своих, и не своих, в общем, всех! Вот они мне просто все нравятся! И вот когда у меня была мечта, у меня еще не было ни Микки, ни Патрика, я очень хотела именно свою собаку! Вот вы знаете, у нас есть овчарка во дворе, Тесла, я ее очень люблю! Мне хотелось какую-то более маленькую собаку, я рассматривала из более маленьких пород! И вот когда я листала Пинтерс, Инстаграм, было очень-очень много разных мопсиков, йориков, чихуашек, той пуделей! Но вот когда мне попадалось видео или фото шпица, мое сердце билось немного чаще, чем на всех остальных! Вот я даже не знаю, это просто вот мне больше нравится вот именно шпицуля! Это знаете, это вот как платье выбирать! Вот кому-то нравится такое платье, кому-то такое, кому-то такое! Они все красивые, но вот у каждого свой вкус! И вот мне было ближе вот такие вот пушистые комочки счастья, да? Кстати, я узнала, что вот этот мячик вот так пищит! Прям как птичка! Решила сразу вам сказать, пока я не забыла! И в общем, я очень хотела шпица и начала потом уговаривать родителей! У меня есть целая серия видео, как уговорить родителей на шпица! И мои советы, как делала это я! И вот, наконец-то, они согласились! Спустя два с половиной года моих мучений, моих страданий! Итак, почему я выбрала именно первого папика Рыженкова и вторую Микусю? Вот такой вот крем-сабл! Рассказываю! Сначала, когда я вот смирилась с идеей, то, что все у меня будет собака, ура! Начала смотреть, выбирать, решать, какая мне больше нравится! Я сначала склонялась к кремовым шпицам! Мне очень нравились шпицы именно кремового, такого вот светлого цвета! И вот я начала искать по разным объявлениям! Но, к сожалению, в тот период в моем регионе не было именно бежевых шпицов, кремовых! Были, но в других городах, и нужно было решать проблему с доставкой, вот этой долгой перевозкой! Это было очень сложно, и я решила посмотреть варианты, которые есть у нас! И попалось мне объявление заводчиков с вот этими сладкими малышами! Там было три мальчика и одна девочка! Это вот все братики и сестрички Патрика! И как раз наша знакомая в тот момент сказала, «О, так это ж заводчица, это ж моя знакомая!» И поедьте, у нее, в общем, супер собаки, она супер классная! В общем, поедьте, познакомьтесь, посмотрите! И у меня есть видео, кстати, на канале, кто его еще не смотрел, приходите! У меня есть плейлист «Мои животные», «Шпиц Патрик», «Шпиц Мика», там, где вот раздельно все вместе! И посмотрите, как там первое видео, по-моему, как я рассказываю, что наконец-то у меня скоро появится собака! И мы поехали! И первые я тогда увидела Патрика! Мы когда впервые увидели всех малышей! А еще им тогда было чуть-чуть меньше трех месяцев! А мы как раз должны были улетать на отдых! Я приехала! Мне он очень понравился! Я его сразу выбрала! Это была любовь с первого взгляда! Да, Патрусь! Он мне сразу понравился! И мы его отложили, потому что нам нужно было улетать на отдых в Египет! И я тогда на отдыхе все время думала о нем, думала о имени, которое ему дам! В общем, он нас дождался! Мы приехали! У меня есть видео, как я потом навещала его, потом как я забирала его! И когда я приехала, в общем, забрала сразу Патрика! И почему, кстати, я его назвала Патриком? Я вообще думала на отдыхе о другом имени! Я уже решила, что я его назову по-другому! Но когда мы приехали, там оформляли им родословные, нужно было в документах написать имя! Заводчица выбрала букву П, и всех с пометом нужно было назвать на букву П! Она нам дала несколько именных выборов, мы из того списка выбрали Патрик! И пока были на отдыхе, постоянно его называли Патрик, 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 Патрик! И она так как-то привязалась, она мне еще больше понравилась, чем то имя, которое я до этого выбрала! В общем, и стал он у нас Патриком! Вот таким вот рыженьким чудом! Ну, вообще, рыжий шпиц, это классика! Вообще, я довольна, я ничуть не жалею, что у меня такой малыш! Он, кстати, немного даже с кремиком вот таким, видите? Он рыжий-бежевый такой, светленький! А еще у него в детстве у него было немного сабла, и сейчас немного осталось, посмотрите! Это вот такой вот черный подбородочек красивый! А еще на хвостике у него была такая черная прядка! Весь хвост светлый, а на хвостике черный! Вот как у Микуси, посмотрите! Такая вот черная прядочка! Итак, рассказываю, почему Микуся вот такая вот у нас светленькая, с саблом! Когда я уже заводила второго шпицала, я точно знала, что не хочу рыжего! Я хочу, чтобы они были разные! Я хотела вообще... Сначала смотрела черного с подпалом, такого черно-рыженького, немного, который похож на овчарку, как мой папа говорит, особенно когда они щеночки такие! В общем, искала я, искала, и когда листала объявления, мне постоянно попадались беленькие, бежевые, кремовые шпицы, и... Я листаю, листаю, и в конечном итоге такая, нет, я все-таки хочу себе бежевого шпица! Они всегда так светло, ярко, празднично смотрятся, и начала искать бежевых уже тогда! У меня есть видео, как я первый раз поехала к первому заводчику искать шпицулик, но мне тогда там что-то не понравилось по нескольким причинам, я там никого не выбрала, приехала домой уже расстроенная, такая грустная, что все, неизвестно, когда у меня уже будет вторая собака, еще столько выбирать, еще столько ждать! И тут мне в этот же вечер пишет другая заводчица, и мы решили на следующий день поехать и посмотреть, я даже не думала, что мы уже так скоро возьмем шпица, я приехала, посмотрите, у нее там было, по-моему, два беленьких мальчика и две бежевых девочки, мы приезжаем, а нет, одна, одна девочка у нее была, да, а я еще хотела именно девочку, хотя вы знаете, что я не собираюсь водить под приказ Микусей, мы не собираемся рожать щеночков, хотя у нас очень-очень многие просят и ждут, когда будут щенки у Патрика с Микусей, не планируем, ребята, в общем, приехала, и мне она сразу так понравилась, она была там самая красивая, самая милая, у них еще такие носики, курносики, такие маленькие-маленькие, вот у Патрика все-таки, хоть он маленький, но более вытянутый, а у Микуси вообще такой мазик, мазик, такая мордочка маленькая, и вообще, давайте сразу перейдем к третьему пункту, сколько стоили эти собачки, сколько стоил Патрик, он тогда стоил 650 долларов, а Микусю мы брали тоже за 650, хотя девочки, вы знаете, стоят дороже, чем мальчики, но она тогда у нас получилась столько же, сколько Патрик, во-первых, потому что курс скакал, а во-вторых, потому что ее вообще хотели оставить себе, вот, не продавать, но мы приехали, она нам очень понравилась, но и они решили нам ее отдать, потому что она была очень маленькая, вы знаете, для шпицов это классно, когда шпицулька маленький, но если хотят оставлять себе на разведение, лучше девочку покрупнее оставлять, а Микуся, она прям бейбик-бейбик, и вот ей сейчас год и два месяца, и в ней нет даже 1800 грамм, вы представляете, какая маленькая, вот такой вот микро шпиц, мини-мини, красоточка моя, в общем, поэтому у меня один бежевый, другой рыжий, и вот эта рыжая наглая морда стоила 650 долларов, и вот эта вот бежевая сонная морда стоила тоже 650 долларов, в общем, вот такие вот, хотя я считаю, что они бесценны. Друзья, сейчас переходим к моему телеграм-каналу, к вашим вопросам, честно, я не ожидала, что вы столько много всего напишете, вот посмотрите, вот начиная с этой фотки, посмотрите, это все вопросы, это все вопросы, вы представляете, их очень много, давайте без убит, я возьму всего нескольких вопросов из этого списка, самых интересных, на мой взгляд, и отвечу на них, а если вам интересно именно отдельное видео, вопрос-ответ, где я отвечу вот на все вопросы, то пишите в комментариях, и я такое сниму, потому что я просто не могу это видео растягивать еще на два часа и отвечать каждому, вот если вы хотите отдельное такое видео, то вот напишите, я такое сниму, так, ну что, давайте быстренько начинать, первый вопрос, так, вот многие спрашивают, я пока листала, несколько таких увидела, сколько ты тратишь на собак в месяц, и сколько денег уходит на щенка в месяц, на самом деле это очень разные траты, именно сколько у нас уходит в месяц сейчас на моих собак, когда у нас уже все есть, и мы покупаем все только по мере необходимости, вот допустим, у нас корм закончился, или там нам нужна пачка пеленок, и когда вы только заводите щенка, это все равно, что у вас только появляется ребенок, и вам нужно купить просто все-все-все, начиная от корма, заканчивая какими-то лежанками, и давайте сейчас быстренько посчитаем, сейчас я вам скажу все самое основное, допустим, пеленки, вот у нас сейчас, вот я даже не знаю, сколько уходит, потому что у меня всегда в разопасть лежит несколько пачек, и как только одна заканчивается, я сразу беру новую, но давайте на двух собак, это может быть пачка, может быть чуть больше в месяц у нас уходит, на щенка нужно намного больше, потому что сейчас у меня в комнате лежит одна пеленка, когда у вас только появляется щенок, у вас практически вся комната должна в них, у вас должно быть 5-6-7 пеленок, чтобы сначала приучить щенка, потом вы уже все уменьшаете, уменьшаете, уменьшаете их количество, в общем, у вас, наверное, уйдет, ну, давайте считать, наверное, упаковки 3 в месяц, а упаковка сейчас одна стоит, ну, плюс-минус 800 рублей, есть дороже сейчас цены поднялись, есть, вот я в последний раз в ОКЕИ нашла за 699, это просто, это самые дешевые пеленки, но очень-очень классные, давайте 800 умножаем на 3, равняется 2400 плюс, корм, вот я сейчас покупаю монш, 2,5 килограмма, у нас где-то на месяц уходит на моих двух собак одна упаковка, вашему щеночку, вот, допустим, 2000 плюс стоит одна упаковка корма, плюс какая-то лежанка, там, смотрите, по своему бюджету, я сейчас не буду считать, потому что есть лежанки за 500 рублей, есть за 10 тысяч, ну, в общем, разные-разные, также, что вам еще нужно, миски нужны тоже вообще разные-разные, есть пластиковые, есть какие-то керамические на подставках, нужны какие-то расчески, расческа со спреем, это тоже минимум полторы тысячи, плюс полторы тысячи, плюс шампуни, вот, у нас сейчас до сих пор есть шампунь, который я покупала полтора года назад, мы на это не тратимся, но, вот, вы покупаете щенка, вам нужен шампунь, есть и за 100 рублей, который я никому не рекомендую, есть профессиональные, супер проф, дорогие, вот у нас как раз такой же, вот, и в Сан-Бернар, он дорогой достаточно, также, какие-то игрушки, я советую всем купать игрушки, потому что это не просто, чтобы, там, собаку повеселить, а-ха-ха, и игрушечку купить, они очень полезны, они, во-первых, развивают собаку, во-вторых, когда вы уходите, им не будет скучно, они не будут по вам плакать, они будут чем-то заняты, также, щенок, у него режутся зубки, чтобы он вам не портил мебель, вашу обувь, вообще, он будет грызть все, что видит, купите ему игрушечку, а вам понадобится сначала несколько, чтобы понять, какие он любит, вот, кому-то нравятся мячики, кому-то нравятся тканевые, кому-то нравятся вот такие вот резиновые, латексные, кому-то шелестящие, у всех разный вкус, вот купите вот игрушечки три и посмотрите, вот есть игрушки как за 100 рублей, так есть и вот по 1000 и больше, дороже стоит, в общем, есть разные-разные, что еще, там очень много разных вкусняшек, Лакомство. Вам понадобится, допустим, упаковка лакомств, чтобы сначала поощрять собачку, когда она правильно сходит в туалет, чтобы она понимала, что она молодец, буду ходить на пеленочку дальше. Или чтобы учить его командным. Вот я сразу купила упаковочку лакомств, и вот Патрик у меня в свои 3 месяца знал уже 8-10 команд. Представляете, какой он у меня уменький? Это, кстати, к следующему вопросу, я его там уже видела. В общем, минимум 5900 я посчитала, а это еще намного-намного больше. В общем, а сейчас у нас где-то уходит 5-7 тысяч на собак. Это примерно корм, вот пеленки купить, какую-то игрушечку, там одежку. Ну, это месяц-месяц разница. В один месяц я, бывает, ничего им не покупаю, у нас все есть. А бывает, пойду и куплю им там одежды, амуниции, игрушек. Это еще плюс миллион. В общем, это у каждого по-разному уходит на собаку, плюс собака-собаке разница. А, еще пока у вас щенок, прививки разные вам надо сделать, это еще вот уйдет. В общем, это отдельное видео, можно этому посвящать вопросу. Так, дальше давайте. Так, есть ли у Мики с Патриком чипы или адресники? У Мики с Патриком есть чипы, также у них есть адресники. Правда, Мики я еще не сделала на ее адреснике гравировку. Вот, у Патрика уже все готово. Так, дальше, дальше, дальше. Кстати, спрашивают, как удобнее покупать корм, в каких упаковках? 15, 12, 3, 1. Для меня самое удобное это 2,5 килограмма. Я только один раз купила упаковку 7 килограммов, и вам не советую. Во-первых, она очень-очень сильно надоедает собаке. Патрик уже тогда на последнем издыхании ее доедал. Я туда уже разные консервочки, вкусняшки подмешивала, чтобы он ее уже доел, потому что он просто, он не хотел, он категорически отказывался есть тот корм. Лучше покупать по 2,5 и менять иногда вкус, и тогда они с большой охотой их едят. Так, часто ли твои собаки школьничают? Вы посмотрите на них. Они вообще-то, ну, вы что, вообще не школьничают. Ну, только вот сегодня утром, пока я спала, сожрали рулон туалетной бумаги. А так вообще... В общем, рассказывают. Сплю, я сплю. Просыпаюсь от чавкания какого-то. Выхожу в коридор, а они вот так вот лежат в рулоне туалетной бумаги, завернутой, как две мумии, только глаза вот видны, сидят и чавкают ее. Я была в шоке. Но на самом деле, мои собаки, я считаю, не виноваты, потому что шел Давид, где-то уронил туалетный вот этот рулон в коридоре, он там валялся, собачки пришли, ну что? Подумали, игрушечка, размотали, начали кушать. Ну, в общем, повеселились. А так это, так вообще не школьничают. Ну, они дети, вы понимаете? Чьи дети иногда школьничают, да? Носки воровать, это вообще их любимое занятие. Вот запомните меня в этих носках, вечером их не будет. Один будет закопан у них в лежанке, другой в корзинке с игрушками. Вообще, они это обожают. Они еще любят за них драться, представляете? Падрик с Микой берут один носок и вдруг растягивают. А я потом думаю, почему у меня носки не 37-го, размеры а 47-го. Ну, в общем, вот такие вот у нас будни. И, кстати, мне многие писали еще в личку, задавали вопросы. И очень многие писали, что, Ева, я очень хочу завести щенка, но мои родители не хотят, потому что они говорят, что все маленькие собачки тупые. Вообще, очень часто такой вопрос. На самом деле, это самое большое заблуждение, которое я слышала в своей жизни. Я ничего глупее не слышала. Вот реально, если маленькая собачка, то вот она тупая, значит. Вот так очень многие люди думают, хотя это совершенно не так. У меня Падрик знает даже больше команд, чем наша собака Тесла, овчарка. Вы представляете? У меня только вот свои три месяца, когда я только его завела, он уже знал около 10 команд. Он вообще очень умный. Сейчас, кстати, многие спрашивают, сколько команд всего знает Патрик и Мика. В общем, сейчас у меня вот есть в заметках отдельный пунктик команды. Посмотрите, там вроде 31 команда. И то я считала несколько команд, как за одну, допустим, дай лапу, дай другую, круть, ерть. Там, в общем, он у меня очень уменький. И Микуся знает немного меньше, потому что она говорит, девочке не обязательно быть умной. Ей достаточно быть красивой просто. Ну, в общем, с Микусей у нас чуть-чуть поменьше командочек выходит, да, с моей девочкой. В общем, сейчас многие, кстати, просили показать их. В общем, давайте сейчас я разбужу своих хвостиков, и мы вам покажем наши командочки, которые мы знаем. В общем, ну, хотя бы большую часть, да. Если все не получится, не успеем за это видео, то я вот большую часть вам сейчас продемонстрирую. Все, просыпаемся! Просыпаемся! Баю-баюшки, баю! Кто такой слонный тут у нас? Лорчит! В общем, все. Взяла вкусняшку из нашего ящика. Не обращайте, пожалуйста, на беспорядок на заднем фоне. Я готовлюсь к съемке двух следующих видео. Увидите, у меня здесь много-много-много покупок с Варбрин. Их здесь на два видео. Одна будет про зоопокупки с Вайлдбрис. Для моих носиков, хвостиков, вот этих ушек красивых. А вторая, ну, обычно, как я делаю. Причем-то вот такие товары, мне кажется, это будет самая-самая крутая распаковка с Вайлдбрис вообще. Ну что, Патрик, ты готов? Сначала покажу вам несколько команд с Патриком, а потом уже с Микусей. Итак, Миштек готов? Готов? Ну давай, давай стандартные команды. Так, давай, сидеть. Молодец, дай пять. Давай. Давай, дай лапку. Так, лежать. Кувырок. Давай, поклон, поклон. Это жопка кверху, просто лежать, это просто лежать. Кувырок. Молодец, держи вкусняшки. Дай пять. Молодец. Патрик. Восемь. Молодец. Давай еще раз. Восемь. 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 Патрик. Патрик, иди сюда. Прыг. 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 Молодец. Прыгни через ножку. Патрик, танцуй. Танцуй. Молодец. Патрик, суслик. Нет. Проси, 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 суслик. Проси, проси, проси. Молодец. Патрик, место давай. Место. Патрик, место. Место. Молодец. А место ждать? ждать, ждать, сиди, сиди, ждать, ждать, у нас тут рекорд, мы можем минуту сидеть, ждать, и ко мне, молодец, молодец, так, что вам еще показать, я уже забыла, а у нас есть команда отдельная на степе, где он залазит на коробку, и на ней можно там сидеть, лежать, суслика делать, зайчика, так, ну что, что мы еще не показали, так, 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 подожди, прыг, сколько, место, сюда, иди, место, место, а, степ, лапки на что-то поставить, степ, молодец, корзиночка, кто-то прям отдельно спрашивал команду корзинку у нас, вы помните, я вам показывала, что Патрик у нас, когда после того, как поиграет с игрушками, он их всегда сносит в корзинку, я показываю на игрушку, и он ее приносит, допустим, Патрик, принеси, давай, неси, корзинку, корзинку, а ты че не принес, нет, неси, положи, нет, положи, положи, да, молодец, неси, бери вкус, бери, бери, опа, молодец, а положи, ты что, положи, на, неси в корзинку, на, неси в корзинку, неси, 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 ну почти, да, не уставай, а прям, чтобы положить, прям положить, давай, прям положи, а помолодец, Маля, а есть моя зяйка, все, давай, убираем игрушечки, убираем, убираем, ну и моя принцессочка прислала к нам, да, и моя однозавица, принцесска, все, покажем то, что ты умеешь, покажем, да, иди сюда, иди сюда, Давай, круть, молодец, круть, держи, вкусняшку, давай, танцуй, 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 молодец, молодец, Микуся, давай, сидеть, нет, сидеть, да, зайку, молодец, зайку, Тебе в платьичке неудобно, да? Давай, лежать. Подожди, вот вкусняшка. Лежать, лежать. Давай, кувырок. Молодец, кувырок. Лежать, да? Иди сюда, иди сюда. Дай пять, дай пять, дай пять. Нет, пять. Да, молодец. И десять дала сразу. Да? Иди сюда, дай лапку, дай лапку. Молодец. А место, а место. Иди сюда, место покажи. Место, место. Да, молодец, место. Умничка моя. В общем, вот так вот мы с Микухей. Вот такие вот команды мы знаем. Пока что Башу не знаем, пока что это все. Это у нас Патрик умненький, да? Мы, конечно, меньше чуть-чуть знаем. Мы тоже красотки. Давай, танцуй, танцуй. Молодец. Умничка. Вот такие, в общем. Ну и последнюю команду мы решили показать вам вместе. Так, стой сидеть. Ждать, ждать. Нет. Ты чего? Не позорь, маму. Ты ждать умеешь. Ждать. 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 Вот так вот они ждут. У Патрика вообще с выдержкой проблем нет. У Микуси чуть-чуть похуже. Ты чего? Ты вне видео делаешь все хорошо. Ты чего подлизываешься сейчас? Нет. Ждать нет. Можно? Давай, беги. Мика, твоя вода. Можно? В общем, вот так вот у нас все. Патрик прям идеально делает. А Микуся пытается своими красивыми глазками выпросить все-таки вкусняшку пораньше, чем я разрешу. В общем, сейчас будем с вами прощаться. Берем Микуся. Берем Патрика. Патрика, иди ко мне. В общем, друзья, на этом будем заканчивать наше видео. Не забывайте написать ваш комментарий и поставить нам лайк. Я думаю, Патрик с Микой сегодня его точно заслужили. Ну а мы вас всех очень-очень сильно любим, целуем и всем пока-пока. До встречи в следующих видео.